Считай послание, которое я бы хотел вам сегодня вставать. Позволю, продолжу, да? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Коллеги, именно так я хочу считать вас последние пять лет, следующие пять лет. Несмотря на то, что во время предвыборной кампании мы чаще были непримиримыми соперниками, я очень надеюсь, что здесь все понимают, зачем они стали депутатами и полностью сознают ответственность, которая возлагается на них, как на депутатов Ачинского городского совета. Вы должны не забывать, кто вас выбрал, и не становиться карманным органом администрации для утверждения только их решений. Мы не представители администрации города, не их друзья и соратники. Мы инструмент контроля, который позволит выполнять их функции максимально эффективно. Именно прошлый горсовет утратил функции контроля за работой всех органов исполнительной власти в городе. И сейчас, несчастье, пожинаем плоды такого устройства в виде нерушенных и уже запущенных проблем как городского хозяйства, так и прочих аспектов общественных и социальных сфер. Мы сами должны заниматься правотворчеством, инициативно вырабатывать решения и следить за их реализацией. Обычные люди могут и не знать своих прав в отношении своего имущества, двора, жилищных и социальных прав, правил благоустройства и содержания, а мы с вами их знать обязаны. Вы, кто должен находиться в постоянном контакте с населением, обязаны применять не только ораторское искусство, но и все свои профессиональные навыки, у кого они имеются. Вы не должны становиться пособниками и соучастниками неразумных, некомпетентных, а порой просто преступных решений. Я не призываю вас быть дерьмом и чиновником, но власть должна чувствовать, что ваши действия направлены на благо всего населения города Ачинска. Наши люди, живущие в этом городе, где расположены такие крупные промышленные предприятия, заслуживают гораздо большего, чем имеют сегодня. В кратчайшие сроки мы обязаны с вами решить вопросы самых незащищенных слоев населения, а именно, первое, обеспечение жильем детей, оставшихся без попечения родителей, прекратить практику приобретения квартир, несоответствующих параметрам комфортного и безопасного жилья. Обращаю внимание всех депутатов на объявленные в августе и сентябре этого года закупки по приобретению квартир, в которых содержались условия о том, что дом, в котором приобретается квартира, должен быть не старше 65-го года постройки. Не нужно быть правительством, чтобы предположить, какие квартиры будут приобретены. Не хочу, чтобы Ачинск оказался в центре скандала, подобного, как в Ачинском районе. Второе. Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных домах. Только официально признана общая площадь таких домов составляет более 30 тысяч квадратных метров жилья. Сразу говорю, что эта цифра может смело увеличиться до 100 тысяч, если провести обследование. По предварительным оценкам, только на это потребуется полтора миллиарда рублей, 700 миллионов из которых уже находится под город Ачинск в правовом бюджете и благополучно не освоены городом в предыдущие пару лет. Дополнительные средства могут нами привлечены как из краевого бюджета, так и за счет реализации земельных участков, освободившихся под расселяемыми домами. Дополнительно привлекать для участия бизнес в рамках реализации программы РЗТ. Развитие застроенных территорий успешно используется в городе Красноярске. Сразу оговорюсь, что это фактическая цифра аварийного жилья. Еще раз, внимание всех обращать. Может смело увеличено до 100 тысяч квадратных метров. Обеспечение доступной городской среды – это масштабное строительство развитой тротуарной сети и оборудование нормативных пешеходных переходов как для обычных граждан, так и для маломобильного населения, пенсионеров и инвалидов. Мы сегодня наблюдаем как полное отсутствие тротуаров во всех частях города, так и множество тротуаров, требующих срочного ремонта. Четвертое. Обеспечение потребностей граждан качественной питьевой водой. Строительство водопроводов в таких районах города, как Мазульский, Марганцев, Рудник, Восточная улица, Заречная и прочее. Пятое. Обеспечение освещением основных маршрутов передвижения граждан к общеобразовательным учреждениям и социальным объектам. Особое внимание хочу уделить и городскому хозяйству, а именно ремонту и содержанию городских дорог и пространств. Это потребует не только значительного увеличения финансирования, но и формирования институтов контроля качества выполняемых работ, как на уровне муниципальных и краевых заказчиков, так и за счет привлечения общественности. Говорю сейчас об общественных контролерах и депутатском контроле. Содержанию текущему и капитальному ремонту всех инженерных коммуникаций города. Ситуация, когда тепловые сети не соответствуют нормативным требованиям по их эксплуатации, а именно недовлетворительное состояние теплоизоляции трубопроводов, как магистральных, так и подводящих, не только приводит к излишнему употреблению тепловой энергии всем городам, а как следствие к значительному увеличению затрат генерации, учитываемым в итоге в тарифе, который платит наше население, но и накладывает дополнительную нагрузку, и так на не самую благоприятную экологическую обстановку в городе. Хочу заметить, что большая часть тепловых сетей по детским образовательным учреждениям проложена открыто, что создает реальную опасность для обучающихся в них наших детей. Требуется срочная перекладка. Вы извините, вы что, с продолжением выборной кампании? Нет, у меня не продолжение. Что вы продолжение? Такое чувство, вы хорошо разберитесь в городских проблемах, касаемые аварийного жаля и прочее. Вы сказали... Я еще раз хотел бы продемонстрировать, Сергей Николаевич, о том, чем мы сегодня это звучит, прозвучит от нашей партии, как на... Все взрослые люди их так же, как и вас, выбирали. У них у каждого есть свое мнение, вы начинаете тут нас учить. Ну пусть обращаются. Позволите продолжить? Общаться. Здесь также и жители города, которые хотят послушать. Пусть обращаются, в чем проблема? Сергей Николаевич, вы зачем предоставили сначала слово? Понимаете, это же... Уже сколько можно говорить-то, елки-палки? Было бы там по существу... Есть по существу, а так передергивали. А разве он не по существу говорит? Он по существу говорит. Эти вопросы затрагивают каждого жителя. Это не затрагивание. Говорите, продолжайте. Позволите, да? Вы что, только поздравить друг друга собрали? Ну пусть человек высперил... Я на самом деле речь написал эту, да, для того, чтобы обратиться именно с теми вопросами, на которые... Если они кого-то волнуют, кроме меня, я бы хотел попросить послушать дальше. Это основные аспекты, которыми мы здесь должны заниматься. С сегодняшнего дня, именно с начала действия городского совета депутатов. Вот регламент уже с решением был. За вчера был в городе. За вчера был в городе. Эти проблемы озвучены, в частности, по деревне Камерска. Где на сегодняшний день уже приняты и на словах, а действенные меры. Где капитальный, он в 28-го года переведен на 21-й год. Где люди сегодня выходят на улицу, здороваются, затрагиваются власть, депутатский подруг. Люди поняли, кто работает, а кто только голословно говорит. Пускай отпускают шарики, одни обещания и больше никаких. Вот действенные меры. И на следующей неделе назначена встреча... Я был, смечался с депутатом знаксобрания, с председателем краевого знаксобрания. Назначена встреча с заместителем председателя правительства и с прокурором города Кастоярска. Где также формировал пакет. Вы нам докладываете, мы все эти проблемы знаем. И люди знают. Мы должны еще раз доложить, хорошо. Но необходимо доложить все эти мероприятия, высшестоящие организаторы, которые будут непосредственно... Вот приехал губернатор, и пожалуйста, Шайшников здесь, заместитель министра здесь, и меры приняты. Вот там надо докладывать. А нас адиктировать за Россию, за власть не надо. Мы все адиктированы, не первый год. Мы не хуже вам знаем обстановку, которая сегодня стоит в городе, в каком состоянии сети, где мы платим по 10 миллионов за тепло, которое выливается в канализацию. Это все известно. Это все известно на поверхности. И мы здесь новый депутатский корпус собраны для того, чтобы действительно прекратить эти действия. Что городской совет, администрация города, правоохранительные органы работали в одной упряжке. Они как? Небе, щука, рака. Каждый под себя. Вот для этого мы здесь и собрались. А вы нас адиктируете. Мы не знаем проблему. Давно вы знаете. Хорошо, я продолжу, позволите. Да, пожалуйста. Я еще хочу призвать, давайте не будем наивными все здесь. За ни губернатор, ни шайшников за нас здесь работать с вами не будет. Поэтому... Сергей Николаевич, простите, а сеть закрыта? Можно уже уходить? Да, да, да. Поэтому продолжим. Канализационные сети и очистные сооружения тоже нуждаются в ревизии. Во время кампании нами были выявлены большие проблемы с сетями, которые фактически являются бесхозяйными. Все они находятся в аварийном состоянии, не обслуживаются и загрязняют вокруг себя почву и воздух, отравляя не только экологию, но и создавая невыносимые условия для проживающих в городе Градо. Эти проблемы необходимо решать в кратчайшие сроки. Требуется подготовить перспективный план ремонтов и определить потребность денежных и материальных ресурсов на эти цели и принимать решения, по их финансируя за счет средств бюджета, ресурсоснабжающих организаций, а также привлечения средств Российской Федерации в рамках реализации национальных проектов и майских указов. Третье. По содержанию жилого фонда города Ачинска. Мы здесь намерены направить свои усилия на контроль и проверку качества работы управляющих компаний. Это заключается в работе с жалобами от населения и инспекция, в том числе с привлечением контролирующих правоорхожденных органов, для определения полноты и качества оказываемой услуги, выполняемых в рамках договора на управление дома и соблюдение законодательства, в сфере технической эксплуатации многоквартирных жилых домов. Считаем, необходимо усилить возможности управляющих компаний в работе с фондом капитального ремонта в свете увеличения, финансирования и переноса сроков на более ранее необходимых работ по капремонту для более благоприятных условий эксплуатации и содержания жилья. 4. По содержанию объектов культурного наследия, находящихся не только на балансе города и частных лиц, но и в краевой собственности, вплоть до обращения в контролирующие органы и арбитражный суд для недопущения полной утраты такого богатого наследия города. 4. Считаем, что стремительное развитие старого центра позволит не только создать точки притяжения населения города к этому району, но и в будущем приведет к привлечению туристов и просто проезжающих мимо нашего города людей, а также позволит привлечь инвестиции в развитие малого бизнеса на базе уникального района с такими уникальными историческими зданиями. 5. По воспроизводству объектов в социальной и образовательной сфере. Необходимо начать строительство школ и детских садов. Не секрет, что большинство объектов построены на рубеже 40-50 лет назад и фактически находятся на пределе сроков своей эксплуатации. Не за горами тот день, когда они могут чуть ли не одновременно попасть в разряд аварийных и несоответствующим современным требованиям как по технической части, так и требованиям по учебному процессу. Остров в городе стоит проблема в области градостроительной деятельности и архитектуры. Отсутствие разумных проектов межевания территории и других документов территориального планирования приводит к разного рода проблемам. У большинства многоквартирных домов отсутствует придомовая территория, что не позволяет гражданам участвовать в проектах по субсидированию благоустройства дорог за счет средств госпрограмм. Не позволяет обеспечить доступность дворов из-за отсутствия на балансе города междворовых проездов. Отсутствие документации и терпланирования позволило некоторым жуликам реализовать свои преступные замыслы. И у нас в городе появились строения, которые располагаются в границах красной линии уличнодорожной сети, в охранных зонах, а порой на самих инженерных сетях. Есть здания, которые построены на тротуарах, непосредственно в близости к жилым домам, что может привести к трагедии, когда пожарная машина не сможет проехать к месту тушения из-за отсутствия противопожарного проезда. Немаловажный факт, что большинство зданий вводило в эксплуатацию, минуя процедуру, установленную законом, а через схему узаканивая, через суд предоставляя нестоверные материалы. И так можно продолжать бесконечно. Нужно сделать все это для города, и это не обсуждается. Вообще депутаты обязаны давать клятву, что они должны уважать и охранять свободы человека и гражданина, защищать интересы своих избирателей. Что касается меня лично, то есть если кто-то ранее упрекал меня или намекал, что я не местный, прошу об этом забыть, так как работать я буду, как будто я ваш сосед по площадке. И у меня не возникает сомнений, если мы будем работать сообща, нам все удастся. Своими решениями мы должны создать комфортный и удобный город. Город благополучного населения с массой возможностей для занятия бизнесом, проведения досуга. Город, из которого не хочет, не будет не хотеться уехать, а как минимум остаться. Сверхзадача, чтобы этот город был, в который наоборот все будут стремиться приехать. Хочу добавить, я очень благодарю.